Вообще, Динара, Конгресс финансистов Казахстана — это платформа для обсуждения самых актуальных вопросов финсектора. Ну вот и в этом году участники говорили о конкурентоспособности сферы и о том, как поддержать экономический рост страны. Последние два года из-за пандемии вся мировая экономика испытывает глубокий кризис, и Казахстан не исключение. Перед отечественным финансовым сектором также стоят глобальные вызовы. В этом году Национальный банк утвердил стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года. В ней три ключевых направления — усиление институциональной и оперативной основы, развитие финансового сектора и диверсификация экономики. И предварительные итоги уже есть. Совместные усилия дают предварительные первые результаты. Годовая инфляция прекратила рост первые за последние шесть месяцев, в октябре месяце. И при этом продовольственная инфляция сократилась с 11,5 до 11,3. В целом все еще сохраняется высокий инфляционный фонд, отметил глава Нацбанка. Это связано со значительным ростом цен на продукты питания. Но есть еще два других компонента инфляции. Это непродовольственные товары и платные услуги, говорят финансисты. Повышается в том числе и потребительская активность. Фоном для этого является и рост номинальных и реальных денежных доходов населения, рост кредитования, в том числе потребительского, ну и продолжающиеся фискальные стимулы. Возрастающий спрос перераспределяется в импорт потребительских товаров. Еще один фактор роста инфляции — это бюджетные стимулы в кризисный период. Поэтому основой макроэкономической стабильности должно стать новое бюджетное правило. И инфляционное таргетирование, считают участники Конгресса финансистов. Сейчас экономика Казахстана вернулась к допандемическому уровню. Ее рост по итогам 10 месяцев составил 3,5%.